Повар раскатывает тесто для будущей пиццы, которую передадут врачам больницы Середавина. Самарский филиал крупной сети пиццерий не остался в стороне от сегодняшних событий, и сотрудники решили в благодарность бесплатно кормить тех, кто борется с новой инфекцией. С начала пандемии медикам передали уже 170 пицц, чтобы врачи успевали восстанавливать свои силы со вкусом. Мы стараемся доставлять разные пиццы, чтобы все могли выбрать себе по вкусу. Я думаю, в данной ситуации все должны оказывать друг другу поддержку, в том числе и мы решили все-таки не остаться в стороне и сказать спасибо тем, кто сейчас борется и помогает всем нам. Бизнес Эдуарда Галстяна не такой масштабный, только несколько цехов по производству хлеба и кондитерских изделий, которые продаются по Самарской области. Но он тоже не остался в стороне. Эдуард всегда готов оказать любую помощь нуждающимся. В условиях пандемии предприниматель ежедневно раздает свежий хлеб нескольким сотням малоимущих, которые состоят на учете в Центре соцобслуживания населения. Бизнесмен планирует, что скоро сможет раздавать бесплатно до 500 буханок хлеба в день. Говорит, пока есть такая возможность, всегда будет помогать жителям города. Я горжусь, что я нахожусь здесь. Горжусь, что я нахожусь в Самаре, в России и делаю одну из самых полезных работ, которые сейчас надо, этот хлеб. Я буду еще больше раздавать. Когда вот такие моменты, хочется еще больше делать. Эдуард Галстян признается, что от него с пустыми руками никто не уходит. Вот и наша съемочная группа забрала с собой настоящий армянский лаваш и торт с логотипом нашего телеканала. Всего за период пандемии бескорыстную помощь пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям и медикам оказали более 200 организаций и частных лиц. В их числе флагманские предприятия, ресурсоснабжающие организации, представители среднего и малого бизнеса, НКО и общественные организации. Многих из них лично поблагодарил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время видеоконференции. Сердечно вас за это благодарю. При этом понимаю прекрасно, что предприятие, бизнес зачастую сам испытывает массу трудностей. Но вы находите в себе и силы не только преодолевать эти трудности, но и подставлять плечо тем, кто не может справиться с ними самостоятельно. Помощь благотворители оказывают самую разную. Большие компании закупают средства индивидуальной защиты, медоборудование и расходные материалы, например, тесты на коронавирус. А еще закупают компьютеры для многодетных семей, чтобы дети могли обучаться дистанционно. Организовывают горячее питание для врачей, волонтеров и соцработников. Выделяют средства на технику для дезинфекции улиц. Предоставляют транспорт врачам и многое другое. О лучших практиках рассказала и председатель Ассоциации муниципальных образований Самарской области, глава Самары Елена Лапушкина. Убеждена, что все муниципалитеты найдут слова благодарности и меры поддержки тем предприятиям, которые в настоящий момент оказывают поддержку нам. У каждого муниципалитета есть свой опыт, есть свои договоренности. Еще раз хочу поблагодарить всех за оказанную помощь. Спасибо. В Самарском регионе при поддержке областного правительства будут реализованы и другие социальные проекты. Группа бизнесменов представила интернет-платформу «Сидим дома», где собрана вся информация для людей на самоизоляции. В планах – выпуск почетных знаков для волонтеров и благотворителей, которые помогают жителям и врачам в этот непростой период, а также издание книг о медиках, лечащих COVID-19. Дмитрий Азаров поддержал все высказанные инициативы и поручил профильным министерствам их тщательно проработать. На этом работа не остановится. Предприниматели пообещали, что в ближайшие дни предложат еще несколько совместных соцпроектов. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.